То есть план Шамбала? Готовы? Да, готовы. Тема доклада «Исторические истоки мировосприятия русского этноса». Одна из главных причин трудностей в нашей стране — это отсутствие понимания самих себя, страны, кризис самоидентичности. Мы видим сейчас, что вокруг очень много разрушительного. И возникает вопрос, в чем же причина многочисленных предсказаний о роли России в переходную эпоху? На чем они основаны? И я вот и эта работа, это попытка разобраться. А в этом используя научные, эзотерические, мифологические знания, то есть опираясь на всю лавину информационную, которая нам сейчас предоставлена. Ведь 2012 год назван годом истории России. Так каковы же истоки мировосприятия русского этноса, основными, неотъемлемыми, общепризнанными чертами которого всегда считались сердечность, душевность, гостеприимство? Обращает на себя внимание расположение центра России в этом плане, так сказать, рассмотрим временной параметр и рассмотрим пространственный параметр. Обращает на себя внимание расположение центра России на самой большой равнине Евразии, в холодной, с резкими сезонными проявлениями части Европы, между Западом и Европой, и Востоком. По эзотерическим представлениям, развитие человечества осуществляется путем последовательного развития сохраняющих преемственность цивилизаций. А существование на планете предыдущей цивилизации свидетельствует масса артефактов и мифологические источники. Согласно теософии, представители предыдущей цивилизации обладали тонким чувством энергии тела и пространства, способностями к использованию этих энергий, получению необходимой информации. В этом плане страны Востока являются в большей мере наследниками культуры прежней цивилизации. Глубинные знания Востока касаются тонкоматериального устройства самого человека и развития его энергетических способностей, тогда как наука Запада устремлена к познанию внешнего мира и использованию знаний о нем для нужд материально направленной цивилизации. Обратимся к истории. Да, и надо признать, благодаря развитию задачу современной цивилизации можно видеть в развитии абстрактного мышления, позволяющего логически, разумом, достигнуть глубоких представлений о единстве мироздания, доступных древним на основе чувствования. И надо признать, благодаря развитию европейской науки наша цивилизация, по сути, уже преуспела в этом, приведя, однако, мир к системному кризису. Соответственно, задача следующего витка развития сознания человечества это синтез чувства и разума в сердце, гармонизация между собой полушарий мозга и дальнейшее расширение творческих возможностей человека. Обратимся к истории. В настоящее время в научных кругах на основании данных археологии, антропологии, лингвистики, палеогеографии, глицеологии и других наук все более утверждается положение о том, что восточноевропейская равнина является центром формирования и распространения человека европеоидной расы, хотя о северной прородине человечества исследователи писали и много ранее. Последние годы установлено в частности, что древнейшее поселение этого человека соотносится с археологической культурой на территории России, Воронежской области, Костенки, возраст которой около 50 тысяч лет. Выводы основаны на результатах систематических раскопок, произведенных на территории Центральной России в основном в советское время и на детальных исследованиях новейшими методами образцов раскопок. Именно в Костенках найдено древнейшее на планете скульптурное изображение Макоши, датируемое 42 тысячами лет до нашей эры. Ученые признают, что особенности космической ритмики неоднократно приводили к катастрофам, в том числе связанным со сдвигом оси вращения и резким изменением климата на планете. Светлана Васильевна Жальникова на основании данных палеогеографии, археологии, глицеологии, полагает, что в период межледниковья, что в период вернее среднего и верхнего палеолита, это вот 70-30 тысяч лет назад, на русской равнине имело место настолько выраженное природное изобилие растительного и животного мира, что создались условия для ничем не обращаемого развития человеческого общества, находившегося в естественном до той поры состоянии матриархата. археологические исследования убеждают, что в пределах 40-30 тысяч лет назад вся русская равнина практически была заселена. Обосновывается миграция с территории Восточной Европы в Западную вдоль ледниковой период, приведшая к возникновению ориеньяхской и кроманьонской культур, а во время осташки русского оледенения, максимум которого это 20-18 тысяч лет назад, когда почти по всей Европе тундры и ледники, и там нет следов человека, на севере русской равнины существует зона умеренного климата. С этим периодом на русской равнине археологи связывают сунгирскую, зарайскую, единовскую культурой, эмиграцию человека на юго-восток, в Китай и Сибирь. Последующие археологические культуры на территории Восточной Европы, в основном в бассейнах Верхней и Средней Волги, Аки, Камы, сменяют друг друга на протяжении тысячелетий, вплоть до исторических времен, сохраняя преемственность и свидетельствия о сравнительно высоком уровне развития и плотности населения, превышающей плотность других районах в периоды мезолита и неолита. Это были люди европеоидной внешности, светлоболосой и светлокожей, ростом до 180 сантиметров. Археологи и антропологи пытаются отследить связь между человеком, между неантропом и палеоантропом, среды которого на русской равнине уходят вглубь сотен тысяч лет. А с другой стороны, веды древних ариев, предания ряда европейских народов, греческие легенды повествуют о пращерах, живших о богах, титанах, живших на далеком севере. Геохронология свидетельствует о подъеме уровня Северно-Людовитого океана за последние тысячелетия, затоплений шельфов, островов. При этом дата предполагаемого окончательного затопления Арктиды оказывается близка со временем потопа и датой катастрофы, приведшей к затоплению остатков древней цивилизации Атлантиды. Естественно, древние Аркты, если они существовали, как и Атланты на юге, осваивали пространство Египра Азии за многие тысячелетия до окончательной гибели своих территорий. В период таяния ледника в силу развития хозяйственных форм жизни и изменения климата миграции в различных направлениях становятся массовыми. Многие авторы обосновывают на этих фактах единство общеевропейской обрядности. Полагают, что среднеминойская, хетская, древнегреческая культуры, как и культуры Трои, имели северное происхождение, хотя указываются и, так сказать, и другие варианты. В 7-6 тысячелетии до нашей эры известно поселение в Скандинавии, культура Винчина на Балканах, Триполе. Предполагается, что единство культуры северного ареала цивилизации сохранялось вплоть до 5-3 тысячелетия до нашей эры. На всей территории от Балтики до Урала, по Верхней и Средней Волге, Аке, Низовь и Мкамы в 4-2 тысячелетиях до нашей эры процветала волосовская культура, единообразный характер которой подтверждается археологически. Для нее характерно множество небольших неолитических протогородов. переломным моментом в истории цивилизации, по мнению Жарниковой, была описана в Махабхарте битва в 3102 году до нашей эры. Необходимым этапом развития новой цивилизации стал патриархат, в ходе бесчисленных войн, которую на протяжении всех текущих 5 тысяч лет формировались личностные проявления тех или иных племен, народностей, народов, наций и этносов. По данным молодой науки ДНК-генеалогии, общий предок русских с маркером ДНК, характерным для 70% современного мужского населения центральных областей России, гаплогруппа R1A1, жил 4,5 тысячи лет назад, что говорит о наличии генеалогического стержня русскоязычного этноса. Эта же гаплогруппа представлена в Индии 16% мужского населения в целом и не менее половины мужчин в высших кастах, свидетельствуя о северном происхождении, генеалогическом и культурном расцве русских и части индусов. Об исходе индусов севера говорится в Ведах. Как показаны Жарниковы, названия десятков рек, озер, селений соотносятся с их именованием на Сан-Скрате, сохранившись на нашей земле Вологодская, Архангельская область, Карелия, Центральная Россия, Урал, Предкавказье с древнейших времен. Чудом сохраненная Велесова книга раскрывает перед нами историю и суть верований славных русов, племени, судьбой которого было, подобно Индаариям, в жизни тех и других важную роль играло скотоводство, покинуть Родину и веками скитаться по Средней Азии, Ирану, Кавказу, при Азове и при Черноморье, Карпатам и Прибалтике с тем, чтобы потом снова оказаться на восточноевропейской равнине и на прародине создать восточнославянскую государственность, дав ей свое имя. Переводчики Велесовой книги и другие исследователи аргументированно обосновывают истинность этого шедевра древнерусской культуры. Обратим внимание, что славные вавилели свои книги это эпитет, характеристика русов, а русы Арии. Мы арийский народ, пришедший в край инских земель арийских. Здесь я цитирую перевод Николая Слатина, в котором, на мой взгляд, максимально сохранены настрой и чувства составителя книги. Такое самоназвание племени подтверждает заключение ученых о тесных контактах между индоариями и протославянами на восточно-европейской равнине на протяжении тысячелетий. Мы не знаем сегодня наверняка какова степень связи наших пращеров с представителями легендарных цивилизаций прошлого, но факт, что они обладали глубокими знаниями, ведали. Оказывается, наши предки воспринимали мироздание энергетически и информационно единым, так как в настоящее время на основе научных заключений представляют себе его прогрессивные ученые. Например, в ведах, которые устно передавались тысячелетиями, говорится о вездесущей, но очень тонкой и воспринимаемой только при помощи духовных практик среде акаши, который лежит в основе всего и уплотняет, становится всем. По признанию передовых исследователей, Вселенная представляется основанная на новом открытии поля акаши, ведических традиций в качестве физического квантового вакуума, источника информации. В Велесовой книге читаем «Вот, все, что вокруг нас, силу творит богам. Зри, русский ум, насколько велик ум божеский, един он с нами. Это высказывание исходит именно из ощущения энергетического информационного единства мироздания, его плотного и тонкого плана». На этом основывались и ритуалы. В ведах, верованиях, слоян, как и в наскальных изображениях Карелии и в культуре Триполия 6-5 тысяч лет до нашей эры утверждается трехъярусность мироздания. Наличие тройственности мироздания в настоящее время подтверждено наукой. В троице материи, энергии, информации, последняя играет роль программы, реализуемой на земном плане. Так чем это отличается от понятия древними прави, управляющего мира законов, которые устроены невидимо и творят жизнь и явь? Основная тема рефрена Пелесовой книги «Мы, русы, чистые, светлые, мы не должны быть другими». И вот на путстве русам сварага «Сотворю вас из перстов моих», то есть будете на земле, так сказать, орудиями, осуществления идей моих. Понятие русы «светлый» означало как внешнее физическое отличие, так и душевное ощущение связи, единства с отцами, пращурами и источниками вселенского света, дедами, богами. От них богов едины мы. Эта духовная связь отразилась в языке русы, световид, славяне. Далее «И Богу святовиду слава речем мы. Связь со святовидом по сути. Он святой и светлый. Она обязывает различать добро и зло, быть высоконравственными, дружить. Любите друзей своих и будьте мирными между родами. И не будем как те, которые чужое беря, говорят, что делают доброе. И вот мы отреклись от дурных деяний наших, и к добру пришли мы с вами. Все отреки с прощением обнимемся. И мы русичи, а враги нет». Таким образом, Велесова книга свидетельствует, что наши пращуры вовсе не были невежественными язычниками. Как и индусы арийцы, они были носителями мудрейшей ведической философии. Вспомним, что, по утверждению Блаватской, арийская раса является сейчас древнейшей на нашей планете. Да, они были носителями ведической философии, утраченной впоследствии. Среди индоевропейских племен были те, которые жили в лесах и те, которые предпочитали лесостепи и степи. Последние, естественно, кочевали в большей степени. Многое пришлось пережить славным русам и родственным племенам за время странствий. Но что значит даже тысячелетнее скитание по сравнению с тысячами лет жизни в родных, с многими тысячами лет жизни в родных краях, при Азове и при Черноморье, при Карпатии и при Балтике русы постоянно соприкасались с родственными племенами, находя общий язык, ощущая единую культурную основу. Так родственные связи с полянами, древлянами, кривичами, сибирянами утверждаются во влезь книги еще и до исхода из края зеленого. Это середина четвертого за 1300 лет до Гермонариха, то есть в X веке до н.э. Читаем дальше. Народ был родственный Ильмерский, сто из двухсот корней. Народ и наш и поселился средь Ильмерцев, потому что на землю русскую пришел он позже, а ведь они братья наши и на нас похожи. В X веке до н.э. при Черноморье появляются скифы, потомки ариев, мигривавших на юг по восточному склону Уральских гор. Великая скифия по историческим данным существовала более 500 лет и простиралась от Карпат до Урала, включая северо-восток и европейской части России. Русы не отделяли себя от скифов. Велесовые книги читаем от Рарики до Непра и Карпатских гор, держава Парадамтем, правится розичами и вечами. И русы простираются от моря и гор до степи полуденной. И так мы остаемся наследники русские кровенцы и скифы, анты, русы, барусины и суржцы все одного корня. Один из литмотивов книги не надо делиться. Чувствуется, что понятие Русь составитель вкладывает в понимание единства не только и не столько по племени, скоро по мировосприятию, некое такое надплеменное понимание. Недаром названия Русь, Росены, Рутени, Руги, Роси и другие близкие по звучанию были широко распространены. эгоизм, себе любия, обозначаемые точным русским словом себячество, вот, повели свои книги причины разобщения и страдания народа на протяжении тысячелетий. И так за 20 тысяч или по другим трактокам 2000 лет мы не могли собраться в Русь. Говорится о многовековом стремлении говорится о многовековом стремлении собраться всем светлым людям. Возможно, что среди других племен, племени, которая называла себя русами, было суждено наиболее четко на протяжении веков хранить свою самоидентичность. Результатом многовековых скитаний этого и других родственных племен было проявление многочисленной славянско-языковой общности и возникновение в Средней Европе в результате в Южной Прибалтике славянской государственности. Вооруженные опытом отстаивания своей самоидентичности, русичи пошли от Белой Вежи и от Руси на Нерпскую землю и Тамки основал город Киев. И собрались вместе поляне древляне, кривичи и ляхи в кучу русскую и стали все русичи. Как следует из новгородских летописей, призванный на княжение новгородскому Рюрик, был внуком по женской линии новгородского князя Гостомысла и сыном погибшего в битве с германцами князя одного из южных племен славянских племен славян Абадритов Абадритов Годослава сына князя Витислава. Объединение восточнославянских государств Киевской Руси и Новгородского княжества под общим названием Русь было основным результатом княжения преемника Рюрика Олега. Из-под Вальвете краях стал закладываться фундамент Руси Московской. Процесс объединения способствовали единой культурной традиции, складывавшейся, как следует, из вышеизложенного на восточноевропейской равнине на протяжении тысячелетий. Мы хорошо знаем, например, что нашествия в конце первого тысячелетия до начала нашей эры и первого тысячелетия нашей эры кочевых и полукочевых племен с Востока совершенно меняли соотношение сил в Европе, но отражались они главным образом на открытых пространствах. Лесистые, болотистые и горные местности были часто недоступны для кочевников. В наилучшем положении в отношении сохранения языка культуры оказались северные районы русской равнины. Взаимоотношения с суброфинскими племенами были на протяжении веков мирными. Реалии северной жизни не способствовали решению спорных вопросов воимственным путем, да и архетипы обусловленные особенностями северной равнины были одинаковыми. Именно здесь сохранились такие архаичные обряды, традиции которых древнее даже зафиксированных в бедах, считает Жарникова. Итак, тысячелетиями на территории северной и в значительной мере средней части русской равнины имело место мирное сожительство народов и постепенное культурное объединение, в том числе в последнее тысячелетие на почве православия. К X веку ведические традиции нуждались в обновлении и об этом можно судить по призывам, которым насыщена Велесова книга. Составитель в самом начале с горечью возле клясает «Стыдимся мы на виправе яви знать и все вокруг ведать и понимать». Обновление пришло со стороны христианства, суть которого «Возлюби Бога и ближнего своего» проросла новыми ростками на русской почве. Основные вермения и обычаи были сохранены. Этнологи полагают, что этнические характеристики нации, неприходящие, проявляются на протяжении всей ее истории. Как известно, еще Монтекс-Кье утверждал, что национальный характер обусловлен в большой мере географическими условиями. «События истории России», пишет этнолог Щипановская, «обнаруживает постоянное проявление трех архетипов, связанных с природой над территориальными особенностями». Среди архетипов первый пространственный образ беспредельного простора отражается в тенденциях к душевной взаимосвязи, несмотря на расстояние и расширению сознания до общемирового. Второй и третий архетипы связаны с временными сезонными характеристиками. Первый из них обусловлен резким переходом от состояния спящей природы к природе расцветающей, стимулируя, связанная с красотой на внутреннем плане с правдой и нравственностью, стремительное обновление и ассоциируется с решительностью, с способностью увлечений новыми идеями, нередко перечеркивая старое. Первые два архетипа ярко проявились при попытке построения социализма и коммунизма, когда народ был вдохновлен идеей всеобщей, гармонией, человеческого общества. Третий архетип обусловлен полугодовой спячкой природы, он неразрывен с понятиями души и судьбы и соотносится со смирением и верой, пассивным, со смирением и верой. Все три архетипа сказываются в истории России с древнейших времен, что отражено в частности и в Велесовой книге. В ней проявлена на наш взгляд еще одна черта, глубочайшая потребность иметь высокого уровня духовного руководителя общества, идущая из древней веры в царя-батюшку. Недаром говорится в книге «Всякий род имел старого кудесника, который, имея на челе даже Бога, сообразюсь, с которым поступал». Автор Щипановская подчеркивает преимущественно восточной, особенно близкой индийской философии и характер русской, философской мысли, которая, в отличие от западной, видит смысл жизни в духовном самосовершенствовании, неотделимом от эволюции общества. Именно в индийской культуре было детально разработано учение о самосовершенствовании йога и его терминология. Обладание ариями глубочайшей философией на земле в Индии привело к возникновению кастового общества, а в России гармония внутреннего мира, состояние сердечной благодати остались и до сих пор являются привилегией простого человека. Для успеш в свете дальнейших архетипов сугубо материальной связанной с накопительством потребительской культуры никоим образом не может стать для большинства русских определяющий смысл жизни. Для успешного развития общества национальная идея должна опираться на константы этнического характера и соответствовать прежде всего проявленной исторической в России тенденции единения народов на основе общей человеческих ценностей. Мы умножились душами родственных окружающих народов, создали державу великую, как это было и предсказано в Велесовой книге. Наши предки и Арии, и Кимры, и Скифы, славяне, и Сарматы, тюркские, юго-рфинские племена, но русский этнос не амфорфная смесь. В его основе выраженный генеалогический стержень этнических русских. Многие племена расходились с русской равнины, покидали прародину с тем, чтобы смешивать с местным населением, проявляя отшлифовывая в условиях соперничества свою самоидентичность, формировать новые народы и народности. Но мы единственный народ, основавший государство, державу великую на своей исконной земле в месте рождения нашего народа и нашей расы. Мы сохранили свою душу и сердце, наше стремление жить по правде, по неписанным законам праве, по совести, в единении с природой. В период глобального кризиса, потрясение основ цивилизации, государственности, семьи, качества сердечности, душевности, наиболее востребранные человечеством, обладающие ими люди в наибольшей степени резонируют с высокочастотными энергиями в сфере действия которых находятся в настоящее время Земля и Солнечная система. И последнее. Наша задача передачи эстафеты условия достижения современной цивилизации разума и опираясь на способности проводить высокие психические энергии любви, сформировать зародыш нового мира, основанного на чувство знаний, соединении чувства и рассудка в сердце. Спасибо за внимание.